Если быть честным, какие-то проспективные исследования высокого качества, говорящие о пользу какого-то либо доступа, отсутствуют. Также отсутствуют, как уже сказал Александр Александрович, в тех исследованиях данные в отношении способа выключения почки из кровотока. Они, в общем-то, приблизительно одинаковы. Те положительные и отрицательные моменты каждого из доступов, которые всем вам известны, построены на анализе ретроспективных данных. Мы не будем на этом останавливаться. И вашему вниманию представим небольшое наше проспективное исследование, которое включало анализ СКТ-ангиограмм. Это сплошная выборка за три года пациентов от 40 до 70 лет. И там были проведены секционные исследования после анализа. Мы определяли скелетопию почечных артерий и проекцию на передне-боковую поверхность брюшной стенки луча, проведенного от устья, под углом 45 градусов в горизонтальной плоскости. Рентгенологические методы исследования всегда сложны, поэтому некоторые... Проспективно проанализированы результаты нефронсберегающего лечения почечного клетчного рака у 58 пациентов. В основную группу вошли 30 пациентов с открытым доступом, в контрольную – 28 пациентов с лапароскопическим доступом, все пациенты с высоким риском – Ренолл-10, 12. Вы видите, что большая часть наших пациентов имела опухоль Т1Б, ну и в основной группе была статистически значимая тенденция к увеличению градации по категории ТМ. В предоперационном периоде мы оценивали риски на основании нефрометрической шкалы, индекса коморбидности Чарльсона, рисков анестатологической ассоциации. В раннем послеоперационном периоде осложнения оценивались на основании шкалы клавейн-диндо, регистрировали лабораторные показатели, в том числе скорость клубочковой фильтрации. Мы определяли также в моче через 2 часа после операции цистатинца интерлекин-8, как признаки тубулярного повреждения. Скелетопия почечных артерий показала, что в подавляющем большинстве, в порядке 92%, устья, несмотря на различную скелетопию и синтопию левой и правой почки, устья располагались на одном уровне, и 92%, как я уже сказал, проецировались с 9 по 10 межреберьям. Имелась некая морфометрическая зависимость. У пациентов с индексом массы тела больше 25, отмечалось более краниальное расположение устьев почечных артерий, меньше 18, более каудальное. Открытый доступ – это юмпотомический доступ с резекцией 10-го ребра, средняя длина доступа около 10 см. Мы выделяли почечные сосуды. При открытой резекции выполнялась исключительно артериальная ишемия, в большинстве случаев сегментарная, либо компрессия аберрантных сосудов. Почка ушивалась однорядным оригинальным швом, линия шва укреплялась сосудистым протезом. Лимфодисекция, может быть, не имела большого значения, но парциальная лимфодисекция в основной группе выполнена практически у всех пациентов ввиду размеров опухоли и наличия лимфоузлов больше полусантиметра. Предоперационная характеристика пациента, наша группа не имела различий по возрасту полу, индексу массы тела, локализации опухоли, нефрометрическому индексу. В основной группе, как я уже сказал, отмечалось несколько достоверное различие по размерам опухоли и по коморбидности пациентов. Может быть, это и позволило нам набрать основную группу, потому что большинство наших пациентов хотят оперироваться лупароскопически. И основным показанием, может быть, даже для отмены карбоксиперитонома были анестезиологические противопоказания. Плохо презентарь работает. На этом слайде показано, что МСКТ, ангиограмма, конечно, нам позволяет четко убедиться в анатомии почечных сосудов. И во всех случаях открытой резекции мы могли выполнить либо компрессию сегментарной, либо аберрантной артерии. К сожалению, в лупароскопическом доступе эта возможность была реализована порядка 18%. Несмотря на это, в основной группе мы имели некие преференции в отношении продолжительности операции, продолжительности времени тепловой ишемии, необходимость повторной компрессии почечных сосудов. В большей степени, как я уже сказал, было выполнено 93% случаев сегментарная ишемия. И в отличие от общепринятых литературных данных, открытая резекция сопровождалась меньшим объемом кровопотерей и необходимостью гемотрансфузии. Да, мы также изучали показатели уровня креатинина и скорости клубочковой фильтрации в первые, седьмые, четырнадцатые, тридцатые, шестидесятые, девяностые сутки. Но, однако, мы в наших группах не получили достоверных различий. Как по первому, так и по второму показателю они были идентичны. Напротив, определение цистатина С и интерлекина-18 в моче у пациентов через два часа после операции в обеих группах показало достоверное увеличение как признак тубулярного повреждения. Однако в группе лапароскопической резекции в связи с временем большей ишемии эти данные были гораздо достоверно больше. На выводах позвольте не останавливаться ввиду короткости регламента и плохого презентера. А у Вас не было в Ваших исследованиях пациентов, которым Вы делали лапаротомический доступ, а не лимботомический? Да, Вы обратили внимание, что группы несколько различались. Там 30, там 28. У нас было две конверсии во время лапароскопии на сложных резекциях. В связи с кровотечением обоим пациентам была выполнена лапаротомия, в одном случае выполнена резекция, в другом нефрактомия. Вы относитесь к большим преимуществам, обладает все-таки лимботомический доступ? Если мы говорим о резекции, преимущество прибегаем к лимботомии. Если мы говорим о нефрактомии, либо эндоскопический доступ, либо лапаротомия. Выход на почечную ножку, наверное, более проблематичен при лимботомии, нежели при лапаротомии. Здесь идеология была сокращение морбидности доступа. Действительно, основной проблемой открытого доступа, несмотря на великолепные мануальные возможности, это все-таки операционная травма. Мы пытались в связи с локализацией доступа уменьшить его объем. И, в общем-то, здесь нет данных по поводу послеоперационного ведения больных. Я думаю, будет как раз вопрос, как ваши больные болели сильно или не сильно. Мы обеспечили продленную перидуральную анестезию. Разницы в болевом синдроме послеоперационном периоде у этих пациентов не было. Спасибо. Валерий Иванович, вчера была активная дискуссия по поводу доступа к почечной ножке при лапароскопическом и ретроперитоноскопическом доступе. Никто ничего, никого ни в чем не убедил. Это лапароскопический, а мы говорим об открытом. Тут с резекцией ребра, поэтому я... Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...